Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Джаги Таллинс 3 на максимальной сложности. В режиме Iron Man в прошлой серии убивали этот сектор. Я надеялся там на шахту, на мастерскую. Ничего не получилось. Там повстанцы все это держат. Можно их истребить, как будто бы. Там есть предупреждение такое, но мы вроде силой добра, поэтому не будем этим заниматься. Сейчас мы пройдем вот дальше, потому что здесь нам не дают лечиться. Подлечимся здесь и ударим по городу. Я в прошлой серии говорил, что вот сюда можно пойти, но мне не хочется идти с раненым гризли, да и врагов здесь меньше. Поэтому здесь выбьем, сгрузим всю фигню лишнюю. Потом можно будет второй отряд вызывать через порт, чтобы он сюда бегал за шматьем. Поэтому погнали. Что-то фигня. Сюда нельзя ходить. Зашибись. Сходили. Не получилось так. Но крутить время для лечения мне тоже не сильно хочется. Но выходим тогда вот сюда. И тут делаем... Тут делаем лечение. Долго, конечно. Ну, пока подремонтируем тогда. Так, у Барри все шматье там. Фиговое. Ну вот, все как раз вылечится, отремонтируется. Придется, правда, продлить контракт, но пока 1900 в плюсе не страшно. Плюс 3600 в день. Продлеваем всем контракт. Хотя Барри, на самом деле, какой-то не сильно-то и полезный. Вообще, такое ощущение, что полезные только снайпера в игре. Хотя, из дробовика он тогда в упор нескольких снял. Но в целом... Такс. Ремонт лечения до конца. И идем выбивать вот этих 12 человек. И сделаем здесь схрон себе. Опа, пошла атака. Тяжелые штурмовики. Такс. Тяжелые штурмовики. Раньше были просто штурмовики. Теперь тяжелые штурмовики. Это плохо. Это крепкие засранцы. Ну, сейчас посмотрим, как там с нами с ними справится элита. Все, погнали вперед. Посмотрим. Не помню, тут вылазили на карту или нет. Какой-то деревня даже целая. Кустарь взрывотехник. Торгует с медикаментами. Ничего себе. Мэнни. Парим, побазарим. Такс, пойдем побазарим с Мэнни. Такс, меня беспокоит посетитель в комнате один. Он уже три дня как не выходит. Пойдем с ним побазарим. Комнат один это вот это. Заклеим, он не может выйти просто. Гризли, иди тут что-то не это. Не может постоять, выйти. А что с этим психом не так? Он... Че? Он зомби что ли? Японский бог. А гризит, притомился. Так у тебя дробовик хоть? Ну, лупи тогда, что делать? Ду при этом в башку. С зомби мы знаем, как прощаться. Не попал. А, нет, попал. Попал, но не убил просто. Ну, в балдометр. Да, крепкая морда. Но не настолько. Убили зараженного. Постоять. Плюс 5 к лояльности. Зачистка сектора от врагов. Плюс 5 к лояльности. Икспа. Все дела. Ничего себе. Неожиданно. Барри. Криты давайте что поднимем или что? За ранение больше урона. Давай вот это возьмем на прерывание. Че, ничего там нет? У него там нету, не там ничего. Прикольно. Так, Мэни, мы там за твоим зомбаком разобрались. Добро пожаловать. Ее понятно. Так, медикаменты. 20 медикаментов за штуку. Да нет, спасибо. А по взрывчатке, че там у вас? Газовые гранаты. По 1000. Но у меня есть пока. Я не очень ими пользуюсь. Хотя вот гранаты, которые делает этот чел, они прям крутые. Может, наверное, в этом, кстати, польза Барри. Да, че-то я начал с того, что он какой-то бесполезный. Нет. Я гоню на него. Он делает постоянно эти гранаты свои. И эти его гранаты, они очень... Очень нехило сносят направленным взрывом. Так, ну вот это я возьму. Ножик их знает. Брать, не брать. Уже... И складывать ты некуда. И вон там еще что-то можно подрезать. Пойдем вон там. Подожди, стойки. Не хотите вот тут нам посмотреть еще? Рюкзак. Так, ну это разбираем. А это стакаем. Стойте, стойте, стойте. Барри, давай-ка ты. Потому что там заминировано что-то. Сигнальная ракета. Ощущает территорию. Да фиг, кого знает. Не может быть когда-нибудь. Эта фигня и пригодится. Давай вот так и попробуем сделать модификацию моей свдхи. Нереальный уровень сложности. 60 запчастей. Бонус к точности от прицеливания уменьшен. Нафига, ну это такое мне. Ну вот, а вот это улучшит. Я на самом деле думал потратить железяку. Не вышло. Вышло. Сейчас сделаем, не боюсь. Все, вообще-то все обвесил. Все это обвесил, но я надеялся, что вот эта штука куда-нибудь потратится. Штука не потратилась. А винтовку теперь ремонтировать. Ладно. Разбираем пулемет. Неплохая на самом деле деревенька оказалась. Удивительно, что на карте не сильно-то она отмечена. Все, да, все собрали. Ну да, просто вот вообще нифига. О! Наемник сбросил часть своего снаряжения. А я хожу и не знаю об этом, да? Это отмечки с квестами. Вон оно что. Надо идти пошариться туда. Сейчас немножко отдохнем и пойдем. Так, пойдем, зайдем вот сюда. Тяжелые штурмовики. Проверяем. Как вообще? Да нет, нормально. О! Кевларовые штанишки. Ну прикольно, кстати. Элиту они не выбили. Это хорошо. Сейчас посмотрим вот эту клеточку. Что там вообще такое? У нас есть разведданные отсюда. тайник. Термитники. Ну, собственно, нам туда и дорога. Идем, идем, идем. А, подожди, вот еще что-то. Вот нашли шмот, который сбросили. Жюкзак с логотипом. Ну, и... О! Хороший дробовик. Да, хороший дробовик. Гризли, тебе посчастливилось получить хороший дробовик. Так, этот разбираем. Ну, это еще не все. Еще один. И чипы. Ну, значит, барри даем старым оружием дробовик. Стой, зачем разрядить? Неплохо так это мы зашли. А где еще такие крутые штуки? Ну, у браконьеров мы были. Здесь мы тоже еще не шарились. Но сначала зачистим вот здесь. Есть один нюанс. Прежде чем нам зачистить, нужно винтарь мы починить, который я каремыми модификациями ухлопал. А потом как раз отсюда дернем вниз, обыщем там всю местность и сможем туда все сгрузить. Получится у нас хороший схрон в удобном месте недалеко от порта и там наконец-то побросаем все лишние шмотки. Огненный шторм. Ночь. Что такое огненный шторм? Так, мы, кстати, тут прямо рядом с врагом. Ну и большая карта такая. Hello. Такс, уходим нафиг отсюда. Потому что стоять в звуку точки не очень-то прикольно будет. Они нас зажмут, да и все. Не вижу ничего под этим навесом. Туда нельзя. Вот терраса. Я додумал на вот эту крышу залезть просто. Но мне не дадут залезть на эту крышу. Ну погнали потихонечку сюда. Там какая-то А тут тоже крышу не дадут залезть на самом деле. Да что, окна, не окна? Вроде не окна, да? Нас не увидят. Да, тут тоже бочка здесь тоже не залезть. Фиг знает, он один там попытаться его подрезать. Такой фиговый городок прям очень неудобный. большой большой и неудобный. Так, еще один ходит. Так, ну настало время тогда раздать ножи всем лучше надо сделать. хотя, ладно, гризли пустит, идет, подрезает. если не получит просто из дробовика лупанет. Барри, тебе бы то, что вы дробовик бы зарядить. Ну и где он? Непонятно, куда делся. Тут не видать тоже. Ну тут окошко какое-то нет. но если он ходит вот так, то можно дождаться его. Но я не вижу нифига тут. Давай на эту сторону. вон он стоит. Их тут еще и дофига. Их тут 12. А здесь не пройти, понятно. Еще одно, еще одна дырка нарисованная, которую нельзя преодолеть. Тих, 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 тих. Непонятно, там еще как. Ладно, тащимся все сюда. Уй, ой-ой-ой с дуба на мое место давай бегом мне нет ножа ой-ой-ой все добивались да вы делались еще в упору стрелять промах 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 жечь какая-то че не добил тоже недостаточно кодем паре нет ножа напрасно я не раздал всем ножи там вы смогли каш по тихому его запинать даже здесь если бы не делал прицель но я думал что он воткнет ему все но не вышло так но остается теперь чё только подойти из пистолета лупануть в балду по-тихому не удалось конечно суетнет сейчас вон тот чел а мы тут все толпой стоим так нам сныкался со всех сторон бегут крушат стекла крушат окна борим прикрывай тылы чтобы никто не прошел гризли беги на ту сторону ломится ломится ой блин албарь не дробовик очень жалко же с другой комок выпить прибить сразу кого-нибудь по сдобе уже прилетело да уж а мне прилетело но четверочка как бы ладно просто позиция на здесь фиговая на крышу карты не позволила залезть давай баре дробовичок что это было а ну 38 ладно прямо шат бросила а этот при смерти но еще живой давай ложись тогда в недосягаемости она правильно отлично так отходи пока что гризли прячься фигеть им еще делать три раза выставил я добью сейчас снайперка не сработало и дробовик не сработал тоже чуточек не зацепил очень жалко потому что сейчас бы может прибил бы одному хотя бы все это доход кровотечения отлично гризли 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 сейчас гризли стой теперь жди своей очереди нифига пол стены разнес остался без укрепления так бесплатное перемещение давай балду ему два раза плохо не нормально ходи теперь сдоба перезаряжайся давай на тот край все тот край держим от край держим бежит следующий я боюсь у меня сейчас не осталось укрытие также как у гризли но тут вроде не близко а я его вижу 61 отлично так гризли уходи я борьбарь 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 с и еще бежит спрятался ну ладно на вылет причем прошло через балду там что-то поломало но но не убило нифига его давай в торс добивай полтинника тоже на вылет тоже стену разнесло уздоба меткость плюс один поднялась хорошо перезарядка гризлик кстати смотрю а дэш кто прям дофига за счет того что в упор башку там выстрелил в самом начале это посчитали прям каким-то мастерским убийством опять я сбился со счета уже так раз два три четыре пять шесть семь еще пять осталось перезарядка делаем всем перезарядку делаем ход раз они еще шевелится значит они поблизости когда они где-то далеко стоят так и говорят что где-то на карте есть враг для лучше слышно убьют какие-то окна значит подходят ближе так не ты придется все таки придется двигаться самому не хотелось но делаться некуда но никому не увидел а вот и увидел чем зашел что ли в эту хибарку вроде нет 97 еще четверо штука незащитная не слышно чуть больше никого а вот а вот два снайпера пришло где-то было два снайпера и вот они пришли за нами спрашивать что дальше дальше мочи того которого ты видишь 90 хорошо ну и вот этого я наверно сниму сейчас 98 все походу все ну вот хотя нет не все еще эти-то висят нет еще два один или два еще пять я сбился со счета еще один снайпер в упор его баре сейчас ему должен в упор приварить все вот теперь все теперь идем на карту на вид со спутника и проверяем операции если ополчение да есть ополчение все есть ополчение есть хрон значит есть смысл отпустить этих деятелей но прежде чем они уйдут нужно всю фигню с них снять воевать мы сейчас уже имя не будем сейчас просто надо будет дать им отпуск и пока они будут в отпуске я займусь тренировкой ополченцев а потом через эту точку можно будет и второй отряд заводить так здесь все мы сняли с них тут у них в принципе так нож мне нужен нож все-таки все-таки возьму себе пачечку ножей гранаты узи дымовая граната пока не приходилось пользоваться это светошумовка норм работает так тут меня тоже дым кстати который можно было застакать но эти винтовка я уже на самом деле тоже не пользуюсь свитых меня более чем устраивает тем более со всеми наворотами чем-то у меня второй пистолет есть но он с улучшениями с какими-то этого оставляем так это оставляем такая гранаты себе хотел все у меня светошумовки тут нож дробовик автоматом потом получит когда вернется отмычки фигички с отмычками наверное интеллект на них нужно нет механика на них нужно не нужно мне с собой таскать потому что они мне все они работают здоровая аптека все теперь лутаем все что плохо лежит защищаем просто всю карту от всякого от всего всякого еще нет туда нельзя туда нельзя домов столько нарисовано они все не открываются какие-то в ванны нет вот что то есть хватай 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 очень интересно а вон можно взломать мобильку мобильку старинную мобильку взломать можно 1200 нормально а а вот это мама лиман которую хотели выгнать но то хотела выгнать дом удовольствий для взрослых так ты че тут мачете ну ладно в этот раз уж возьмем уговорили прошлый раз конечно разобрал так тихо 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 не суетите взломать компы у них есть комп и запчасти еще никто не будет против так вломился не глядя окно целый склад вооружений суть по всему на нет просто один стремный дробовик хотя есть еще кое-что но не так чтобы много ловушка так выйдите все даже все срабатывает то баре и течеть нормально сделай ну вот теперь обыскивай ну вот уже пошли дробуйте получше гризали дела май а я у тебя забрал фон куда как обычно всегда всегда сейчас посмотрим что там внутри такого интересненького а эта дверь наружу интересненько дверь наружу просто ну ладно тоже кое-что хапнули так а вот этот рюкзачок этих чертей ну скромненько на самом деле скромненько там были тут побегали ну мы вот тут пока только не были пойдем посмотрим развлекаловку для взрослых как не стесняйся я не кусаюсь где где ты квест спасибо что разобрались с этими мерзкими бандитами вас ждут с распростертыми руками впрочем стоять на прошу не оказываться источником неприятностей нам этого добра и так хватает это достопочтенные заведения для а кому я втираю бордель что за проблем тут у вас ненаглядную морю похитили а про празднование карнавал дает в мейлах приходили новости что кто-то упер эту морю пока был карнавал так королева карнавала она была дам чертовой командос скажем про командос это вообще-то на самом деле эти повстанцы в общем надо где-то ее найти но это не не тем это наемники мерка которые бестолковые один уже из которых скукожился в лагере беженцев ее комната наверху про насильников чем спросим мы не охотники так как зовут ну и все теперь мы собрали все данные теперь мы знаем какие-то разные там имена разных злодеев так идем идем вот сюда ножичек идем вот сюда сюда в борьбы в комнате не видно видимо похитители даже дали ей время одеться ну значит она сама свалила видимо потому что больше не хочет работать в борделе как это неудивительно а это думаю что она похищена только смотрю нам появился какой-то квадратик желтый который нас зачем-то манит сюда мы же тут уже ходили никаких следов драки похищение явно произошло не здесь как мы тут мы посмотрели не здесь здесь мы ее комнату посмотрели собственно есть что никто не похитил но нам нужно где-то все равно это найти ее и спросить патруль патруль два патруля оказывать ну и ладно значит какой план дальше дальше у нас выгрузить все шмотки с этих парней отпустить их в отпуск наготовить тут ополчение чтобы тут уж никто не шарился потом прислать даже может два отряда всех тут оснастить и после этого двигаться дальше дальше мы пойдем вот сюда дальше мы пойдем ну туда вам в сторону рудника хотя на что 85000 как будто денег дофига может быть даже стоит были насчет три дня на самом деле тогда я зря их разоружил за три дня можно еще выбить соседнюю клетку у нас повреждение то не было в этот раз ну ладно тогда тогда в следующей серии снова снарядимся пойдем боем вот сюда может быть все таки и нет потому что если буду двигать ладно нет все таки сделаем ополчение заведем второй отряд пока куча денег второй отряд уже сможет в ту сторону двигаться так что подписывайся на канал нажимай колокольчик пиши комментарии ставь лайки спасибо за просмотр и пока